Приветик, ты на канале Мэджик Пэтс, я Эйван, здрасте, а это Миша. Миша, Миша, лайк, Софи. Привет, да, я Софи, ставь на лайк. Да, ставь лайк, а я покинул Юмичу и подпишись на наш канал. Да, поддержи нас, чтобы нас стало 2 миллиона. А у нас уже есть 1 миллион. И у нас есть аж 2 золотых кнопки от Ютуба. Их дают на 1 миллион, но они на другие наши каналы. А на этот канал нам еще не прислали, но мы хотим 2 миллиона. Да, поэтому еще пиши нам комментарии. Юми, это я должен был говорить. Вообще-то это я должна была говорить. Короче, отстаньте, старики. Ой, вечно ты Юмичуа, а ты зато самая мелкая. Вообще-то она не самая мелкая, самая мелкая киса Алиса. Кстати, где она? Ты что, Миш, еще не знаешь? Киса Алиса отсыпается, потому что на нашем семейном канале Мэджик Фэмили вышло новое видео. А, точно, где Аня с Аней? Ходили в этот, тот самый лес, который у нас за забором. Помните, там был ролик, где мы все вместе нашли в том лесу странные мешки. Так вот, Аня с киса Алисой вернулись в этот лес на проверку. Потому что Аня провела свое расследование. И они там обнаружили такое, такое. Короче, не только мешки. Нет, а с мешками там другая странная история получилась. Но они обнаружили еще кое-что. Да, жуткий лес. Поэтому обязательно сходи и посмотри это видео, ссылку мы оставим там внизу в описании. Если любишь всякие странные истории, обязательно посмотри этот ролик. Ну вот, поэтому киса Алиска сегодня отсыпается после той прогулки. Но у нас сегодня еще один день распаковки. Огромные кучи слаймов. Да, короче, давайте ребятам быстренько объясним. Да, ребят, мы распаковываем новую армию слаймов. И делим их на наши команды, делая из них гигантские лизуны, с которыми потом мы будем экспериментировать. По вашим идеям, команда Эйвана это все матовые лизуны и пока что она самая большая. Команда Софи это прозрачные слаймы. Команда Миши это антистресс-реанимация, слаймы которых потом мы воскресим. Да, Юминчо придумала себе команду противных лизунов. Привет, ребятки, я пришла помогать вам. Погнали! Ура, давай им скорее начинать. Точнее продолжать. Мишань, давай, давай, смелее, слазь. А, получилось. Смотрите, какой зайчик, а в нем голубой прозрачный слаймик. Такс, достанем. О, какой же он классный. Совершенно новенький, здоровенький. Очень даже неплохо тянется, а еще у него там оказывается есть все-таки блесточки. Такие необычные радужные кусочки. Ну-ка попробую растянуть его еще побольше. Отлично, очень классный слайм. Сейчас еще сверну из него косичечку. Да, шикарный слаймик очень классного цвета. Отличное пополнение в мой космический гигант. Раз первым открыли в команду Софи, теперь моя очередь, открою вот этот сиреневый. Блин, он такой большой по сравнению с моими. Надеюсь, он больной. Тогда попадет в мою больницу. Эй, не надейтесь. Так, ну он явно самодельный и... Так, сейчас, подождите, попробую его как-нибудь вытащить. Мне кажется, он слишком липкий. По-моему, он и правда заболел. Между прочим, так нечестно, ты им помогаешь. Ничего она нам не помогает, Эйвен, ты что, сам не видишь? Нет, Эйвен, ну правда, посмотри, но он же явно не здоров, никому я не помогаю. Я вообще считаю, что вы зря спорите. У кого лучше, у кого больше, но этот явно в Мишкину больницу. Посмотри, как он сам из банки вытекает. Слишком сильно прилипает к рукам. Он как расставившая жевательная резинка. Можно было его смешать с каким-нибудь здоровым. Нет, Эйвен, нельзя было, потому что в прошлый раз мы уже так сделали, и это нечестно. Больные слаймы идут к Мише. Вот именно, Ивась, и мы не смешиваем их со здоровыми, чтобы твой слайм стал еще больше. Мы разделяем их справедливо. Ну и ладно, все равно у меня самый гигантский гигант. Я придумывала, это не больные слаймы. В смысле? Это слаймы зомби, а у Мишки не больница, а зомби ленд. У нас уже было кладбище слаймов. Это зомби ленд, зомби лизунами. А, почему Юмичу? Потому что мы их потом воскресим. А воскреснуть из мертвых могут только зомби. А, понятно, хорошо. Да уж, Юми, до сих пор как ребенок. Ох, мне кажется, эта распаковка слаймов никогда не закончится. Давайте откроем вот этот. На нем написано Софиша, он розовый. Все равно он в команду Эйвана. Он же матовый. Так, посмотрим, живой он тут вообще или нет. Походу, Эйван, тебе опять не повезло. Блин, неужели я не запомнил свой тазик до краев? Так, ребят, ну это явно больной слайм. Потому что он растаявший, очень липкий, слишком сильно прилипает к рукам. Короче, как предыдущий. Но ты даже не попыталась его достать. Ой-ой-ой, Эйван. По-моему, он должен быть моей антистресс-больничке. Зомби ленд, Миша, зомби ленд. Нет, достань его. Я хочу убедиться. Да, Эйван, его даже достать невозможно, посмотри. Между прочим, к тебе кусочек упал. Нет, это бесполезно. Смина его не смина, и он гуще не станет. Все, я не могу, у меня все руки в нем. Мне срочно нужен Мишке этот, зомби ленд. Как бы тебе сейчас от него отделаться? Фух, он еще такой большой. Ух ты, мой зомби ленд становится все больше и больше. Вот видите, еще один зомби слайм. За сегодня ко мне еще ни один слайм не попал. Одни зомби вокруг. Так, сейчас. Открой-ка вот этот голубенький с сердечком. По-моему... Ой, Эйван, прости, я тебя по мордочке чуть-чуть ударила. Эйван, хватит ворчать. Я не ворчу, мне просто так нечестно. Нет, Эйван, тебе лишь бы победить. Вот именно в этой распаковке противных слаймов тоже мало. Но я же не сру со всеми. Какое, Юми, ты слово сказала? Что ты не делаешь? А, нет, тебе послышалось. Ну, ладно, предположим. Кстати, этот голубенький слаймик в нормальном состоянии. Он еще хрустит. Покажи. Да, но он не такой большой, как те, что я потерял. Слушайте, как щелкает. Прям слаймик-щелкунчик. Ну-ка, проверим, как он тянется. Да уж, Аня, шутник, а? Ты что думаешь, София, никто из наших зрителей и подписчиков, мэнджиков, которые нас смотрят, не знают, что такое щелкунчик? Ой, отстань. Он тянется, он прекрасно. Ну что ж, Эйван, тебе повезло. Малявка. Нет, ну посмотрите на него, он еще и недоволен, а? Отстань, София. Эй, вы, а ну-ка, разойдитесь, давайте. Откроем вот этот. На нем написано слайм для Юми. Только в мою команду сегодня еще никого не было. Ладно, ладно, Юмичу, давай посмотрим, что тут. Итак, ух ты, а по-моему, очень даже прикольный слаймик. Я бы даже не сказала, что он противный. Кто-то же хотел меня поддержать. Прислал лизуна в мой суп-лислайм. Эй, нет, он пойдет в мою команду. Вообще-то он матовый и не похож на, эм, эм. Ну что? И по-моему, Юми, как ты говоришь, это зомби-слайм. А значит, должен пойти в мой зомби-ленд. Да ладно вам, ребят, давайте поддержим ребенка, ну. Хоть кто-то. Ну ладно. Так, не честно. Так, ладно, Юмичу, я добавляю это существо в твоего противного лизуна. Ох, как же это выглядит мерзко реально. Все-таки он ей подходит больше. Это да. Пойду найду еще себе монстриков. Так, теперь моя очередь. Я снова нашла сладости. Эм, 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 эм и конфетка. Прикольно. По-моему, они новенькие. По-моему, тоже. Давай посмотрим. Начнем с зелененькой конфетки. Ууу, какой красивый слаймик. Я думала, он будет более яркий. Просто баночка, в которой он был, очень зеленая. И на ее фоне он казался таким насыщенным. Но на самом деле он более прозрачный. Кстати, у него там внутри разноцветные звездочки. Но вообще, на самом деле, очень красивый слаймик. Мне всегда такие слаймы напоминают какое-то желе. Хочется его съесть. Или мармелад. Я обожаю мармелад. В общем, слаймик бодренький и здоровенький. Сейчас скрутим из него косичечку. Небольшой, но шикарный лизун. Правда, щелкает так себе. Посмотрим на ММДемс. Аня, давай их смешаем. Все равно мой космический гигант будем перемешивать. Ну, вообще да. ММДемсу очень красивый. А вот он намного ярче. Он реально такой насыщенно красный. И в нем есть блесточки. Но щелкает он тоже как-то плоховато. Так, потягаем его немножко. Растягивается хорошо. И у него очень красивый цвет. Так переливается. Сейчас похож на какой-то цветок, да? Ань, смешивай уже. У нас еще много. Ладно, ладно. Замешай их двоих. Интересно, цвета смешаются? И победит какой-то один цвет? Или он останется двухцветным? Сейчас начну растягивать получившееся колечко. Смотрите, как он тянется. Аж в камеру не влазит. Можно еще сильнее растянуть. Но ребятам даже не видно будет. Ух, какой красавчик у нас получился. Хорошенький слаймик. Давай, давай, опускаем его туда скорее. Вот так. Прикольный. Сейчас смешаем. Посмотри, Софиш, какой гигант у тебя получается. Да, и очень красивый, космический. Не то, что у Эвана какая-то помойка. Эй, эй, Софи, аккуратнее. Не надо обзываться. Помните, мы в прошлый раз открыли несколько вот таких вот лизунов? А вот этих морских с кучей украшений? Ага, я нашла еще один. Предлагаю его тоже быстренько открыть и к тебе добавить. Я помню, что все слаймики из этой коллекции были здоровые. Так что я думаю, и этот будет бодряк. Как же мне нравится, когда так много украшений в лизуне. И еще все они сочетаются по цвету. Зачем ты обозвала моего гиганта? Ну ладно, Эйвана, ну прости. Я не знаю. Ну, Эйвана, я же про тебя плохо не говорю. Ну, братик, ну ладно. Ладно, отстань. Короче, этот красавец кранчи слаймик сделает Софишкин космос еще больше и красивее. Ну, Эйвана, ну что ты, ну. Для меня это серьезно. Да ладно, мы просто развлекаемся. Ну ладно, твой гигант не помойка, извини. Ладно, все, хватит, Софи. Вы вообще меня слушали, а? Ага, да. Я хочу открыть вот этот необычный бокс. Бокс? Ух ты, какие слова, Юмичу. Кстати, а я сейчас подумала, а вы давно с Кисой Алисой вообще ходили в школу? И вообще, этот слаймик для Миши в горячей руке написано не брать. Ай, сердечко, Энни Мэджик. Да, кстати, по-моему им пора в школу. Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы их отправили. Начинается, только не в школу. Ой, 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 кажется, нам срочно нужна реанимация. В этот раз у меня так много пациентов. Не пациентов, а зомби. У тебя зомби-ленд. Этот вообще настоящий зомбак. Смотрите, он вообще как вода. Растает и слайм. Зато красиво. Интересно, что с ним случилось? Может, наши ребята знают, как слаймы становятся такими? Ага, да уж. Ребят, напишите в комментариях, если знаете, как слайм может превратиться в воду. Теперь моя очередь, давай вот это. Ну что ж, тут написано слайм для Мэджик Пэтс. Давайте посмотрим. Это сиреневенький лизун, явно самодельный. Хоть бы был зомби. А мой зомби-ленд. Да нет, судя по его виду, наконец-то Эйвану повезло. Хотя, все-таки он слишком тянучий-прилипучий. Точнее, очень быстро расплывается. Даже если я его в руках хорошенько мешаю. Но, если честно, я бы не назвала его зомби. Потому что в целом-то он нормальный. Тем более, Эйвену в его гиганте очень не хватает вот этих вот мягких тянучих слаймов. А то у него там все совсем затвердеет. Предлагаю все-таки подарить его ему. Чтобы его гигант тоже хорошенько тянулся. Нам же не нужен гигантский зомби. Теперь моя очередь. Окей, у нас тут баночка. Наверное, с диайвай-слаймом. На ней написано для Юмичу. Но почему-то Юмичу написано с буквой Ю. Просто они еще не выучили правила. Чу-щу пишите здесь У. А есть такое правило? А еще, говоришь, мне в школу надо. Ух ты, это кто у нас тут такой? Впервые вижу такой слайм. Какая прикольная расцветка. Но неужели, неужели, неужели это зомби-лизун? Блин, а так бы хотелось помять такой лавовый слайм. Он такой прикольный по цвету. Тут, кстати, еще какая-то желтая бабочка внутри. Так, давайте еще раз на зомбовость его проверим. Я все-таки попробую его расти. Нет, это бесполезно. Он похож на губку. Рвется на кусочки, как сквиши. Запы, конечно, света очередной зомби. Ребят, у меня к вам предложение поменять местами ваши слаймы. Потому что твой сопли слайм, как ты говоришь, Юмичу, намного меньше, а занимает тазик побольше. А вот Мишин зомби-ленд в этот раз реально увеличился и уже не влазит в ее тазик побольше. Как же этих зомби оттуда вытащить? Это капец. Какой он тяжелый. Я чувствую, это будет очень большой и красивый лизун, когда мы воскресим всех этих зомби. А твоего вот сюда. Фух. Аня, давай откроем как... Нет, Юми. Шоколадный. Ладно, шоколадный. Такс. Кстати, он даже не шоколадный-то. Может быть, можно сказать, что он оранжевенький. Огненный лизун. Главное, чтобы он был не зомби. Потому что я хочу его к себе в команду. По-моему, Амаду и типа должен Эйвен им завладеть. Да мне что-то не очень нравится этот цвет. Зато в нем есть блестки. Мне кажется, в этот слайм добавлен то ли кинетический песок, то ли этот воздушный мягкий пластилин, который потом засыхает и становится как пластмасса. Ну, в общем... Ну, посмотри, он же похож на как... Юми, тихо. Ладно, ладно. Да, все согласны отдать это Юмичу. Ну, окей, как скажете. Пополнение в твою команду, покемон. Отличненько. Да, смотри, сколько я нашла прозрачных слаймов. Целых четыре баночки. Окей, посмотрим. Сейчас закидай их всех сюда, чтобы не растерять. Они все равно все прозрачные и пойдут к тебе. Вообще-то это не факт. Кто-нибудь из них может быть зомби. Ну, кстати, да, смотрите, какие золотые блестки там. Ой, похоже, мы наткнулись на очередного зомбака. Причем он такой конкретный мертвец. Миша сегодня прям очень везет. Хуча лизунов, я зомбилен. Это даже сложно лизуном назвать. Может, это слизь? Нет, слизь, она такая прыгучая и однородная. А это просто опять растаявший лизун. Да как же они превращаются в такую жидкость? Но зомбилен становится все больше и больше. Это да. Блин, это грустно. Окей, тут написано слайм классик. Он явно здоров, и это уже хорошо. У него внутри блестки, но он немножко странного сероватого цвета. Хрустит. Ага, он совсем маленький, но тянется нормально. Давай к нему вот этот прозрачный. Сейчас, секунду. Обожаю прозрачные слаймы. Они как будто вода. Я уже спрашивала, кстати, у ребят, как делают чисто прозрачный слайм. И многие в комментариях написали, но я не уверена, что все написали правильно. Но в любом случае, это всегда выглядит очень прикольно. Он шикарно тянется, здоровенький, бодренький лизунчик. Явно не зомби. Так, сейчас их замешаем вдвоем. Ну что ж, получился полупрозрачный слайм, такой с частичками серого. Но зато он стал больше. А вдруг желтенький тоже не зомби? Может быть, сейчас узнаем. Посмотрим, кто у нас тут такой живет в этой коробочке. Жалко, что не зомбак. Мне кажется, предыдущий подходил Юмичу. Кстати, отстаньте, он просто прозрачный слайм и ничего такого. Но первый был странного цвета. Ну что ж, для сегодняшнего дня распаковки это будет последний слайм. У меня спина уже болит. И руки устали антистресситься и слаймы растягивать. Смотрите, он практически прозрачным становится, когда его растягиваешь. Меня всегда так это прикалывает. Насколько он может растянуться, чтобы не порваться. Короче, слаймик отлично тянется. Очень красивого цвета, такой медовый. И немножко пощелкивает. Смотри, Софиш, красивенький, нравится? Да, прикольно, клади его в мою команду. А вы, ребятки, идите и смотрите новое видео на нашем семейном канале Magic Family. А, где мы с Киской Лиской пошли в тот лес, где тогда нашли мешки? Да, уж мы там обнаружили кое-что странное. Иди смотри это видео, ссылка вот там. Или картинка вот тут на экране. И скоро увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok.